Привет, друзья, подписчики мои! Я уже давно собирался провести батл как в мультике, который был там в 29, 30, 31 серии. Но! Вот буквально в пятницу я снимал турнир четвертого сезона, и мне так понравился этот формат, что я решил потестить его на пятый. Единственное, что в пятом сезоне добавляются у нас новые участники из рандом-бустера, потому что на данный момент у меня волчков из пятого всего 13, а с этими 16. Вот, правила очень простые. В первых двух турах мы играем до одного очка, потом до двух и в финал до трех. Итак, полетели-понеслась, узнаем, какой же волчок сильнейший из пятого сезона. Погнали! Два перспирника у нас Роктавор и Супер Хайперион. На самом деле здесь уже для меня лично все очевидно. Роктавор побеждает, но давайте все-таки сыграем, мало ли что. Вот, погнали! Небольшая фора была у Хайпериона. А может он его взорвет, кто знает. Бёрсту-бёрсту никто не отменял. Вот, и как бы... Поэтому тут как бы даже драться не нужно. Роктавору можно просто смело идти дальше. Меня сегодня радует то, что у нас все-таки есть волчки из рандом-бустера. Это прикольно. Вот, в комментариях напишите, кто по вашему мнению победит сегодня. Мне вот интересно будет почитать. Опять же, история про Battle Nexus. Я вас буду спрашивать, нужен ли он вам. Но здесь все, я думаю, было очевидно. Роктавор молодец. Играем дальше. У нас Опа Внезапный Люцифер против Беленького Роктавора. Довольно интересный бой. Посмотри. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Итак, у нас Роктавор-центринга. Уориан! Люцифер вращается очень быстро вокруг своего соперника. Здесь абсолютный, непредсказуемый итог Баттлу. Смотрим. Люцифер проиграл. Понятно. Идем дальше. Оуу, Рэйдж Лангинус против новенького инфинити Ахиллеса. Вот это будет жара-жара-жаришечка. Погнали. Уууу, выбивание с ринга для Ахиллеса, но Ахиллес вернулся и пытается противостоять Рэйдж Лангинусу. Рэйдж Лангинус как Брок Лестер в мире бейблейдов, и он нападает как зверь на свою жертву. При этом еще подкручивая Ахиллеса очень так удачно. Опасный момент. Да, Ахиллес все-таки проиграл, хотя шансы были. Итак, играем дальше. У нас Фафнир против Сатана. Сейчас у нас первые бои пройдут, слабаки все повылетают, останутся только сильнейшие бейблейды. Итак, Мираж или Визард. Я уже запутался, если честно. А Фафнир тоже. Короче, Фафнир. Какой-то Фафнир, какой-то Фафнир. Который сейчас будет отбирать энергию у своего соперника, что позволит ему еще сильнее крутиться в центре нашего ринга и вашего понимания. Друзья мои, если вам нравятся такие видео, поддержи канал, поставь лайк. Вот. И напиши в комментариях. Итак, опасна. Опа, все. Фафнир побеждает. Первая четверка у нас уже готова. Это хорошо. Играем дальше. О, нет. Блин, ребята. Давайте я немножко скипну вот так. Я дико извиняюсь. Это как бы рандом, но я скипну, потому что не могу я сейчас в первом же батле кого-то либо Темпеста, либо Ворлда выкинуть. Поэтому, простите, пожалуйста, меня. Я все-таки хочу, чтобы они встретились чуть-ка попозже немножечко. А, вернее, они встретятся. Получается, они встречаются... Нет, давайте мы сейчас по-другому немножко сделаем. Немножко я своим судейским правом вольюсь. И... Ну, сейчас, короче. Я думаю, вы меня за это не осудите. А вот. Потому что, ну, хочется их подальше немножко посмотреть их бои. Так, здесь сейчас побеждает Темпест. Это было очевидно, предсказуемо. Идем дальше. У нас Кингелиус против Крайсатана. А вот дальше уже будут еще участники. Поехали. Вот. Я думаю, это честно и справедливо. Ну, если кому-то мое решение не понравится, то, ну, извиняйте мне. Ну, потому что я не считаю нужным, чтобы Диаболосы и Дэнс Диаболос, и Эпис Диаболос, они вообще с четвертого сезона, они должны были бы там драться. Вот. Я не хочу, чтобы они кого-то мы лишались из-за этих двух волчков. Лучше мы лишимся и Диаболоса, и Дэса, ой, Дэса и Эписа, чем Темпеста или Ворлда. Я так считаю. Ну, как бы, вот. И здесь, кстати, неплохо. Смотри, Кингелиус держится против Керсатана. Довольно интересно, необычно. Смотрим. Кто же будет... Крайсатан. Крайсатан был сильнее. Отлично. Идем дальше. Ворл Сприган против... Против, 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 против. Слушай, ну, у нас, кстати, довольно интересные. Получается, все новенькие по выбыванию, друзья мои. Ох ты, блин, что же я увидел, ребята, получается... Ой-ой-ой-ой. Какая жаркая битва, друзья. Сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Друзья, у нас проигрывает, естественно, Дэс. Это понятно. Смотрите, что происходит. У нас что? Роктавор против Белого, Рэйдж против Афнира, Темпес против Сатана и Ворлд против либо Валькирии, либо Ахиллеса. Но я, если бы честно, знаете бы, что сделал? Я бы, наверное, заменил инфини... Ну, как бы, я бы этих двух прогнал дальше. У нас как раз получается битва всех восьми, как я и планировал, да, получается. Давайте мы сейчас, знаете, как поступим? Валькирию мы отдадим против Ворлда. Я думаю, это будет символ... Не совсем, конечно, вот то, что я хотел. Ну, в смысле, не совсем честно это будет. Я думаю, простите, пожалуйста, меня снова не оправил. Но не могу я позволить, чтобы дальше у нас выбывала либо Валькирия, либо Ахиллес. Поэтому давайте мы сейчас сразим Ахиллеса против вот этого. Вот, Валькирия уже прошла. Вперед, извиняйте меня. И попробуем... А, или, может быть, чтобы было честно, нам получается Валькирию сразить с Ахиллесом. И тогда... Вот, да, я придумал. Все, нет, стойте. Я придумал, подожди, спокойно. Мы сейчас Валькирию сражаем с Ахиллесом. Вот, и кто проигрывает, тот отправляется на второй шанс к Роктавору. Погнали. Вот, вот так будет честно. А, ну, Валькирия, да. Короче, Валькирия проиграла. Окей, Ахиллес бьется с Ворлом Спригганом, а Валькирия сейчас сразится с белым Роктавором. И посмотрим, что будет. Если нет, то нет. В принципе, так и было бы, да. А у нас бы Валькирия сейчас выбыла, но давайте, как бы, чтобы было что-то... Плюс-минус честно. Вот, потому что все-таки три волчка из Рондом Бустера здесь были просто для фана, чтобы мне, ну, было 16 соперников. Потому что хочется, чтобы сражались достойные. Они все равно проиграют, понимаете. Получается, все новинки проиграли, остались только сильнейшие 8 волчков, которые мы знаем и любим. Я думаю, Валькирия сейчас радостью одолеет этого персонажа. Понимаете, в чем история? Почему, как бы, да, вам кажется, вот, совсем честно, но я объясню. Смотрите, Валькирия в любом случае одолевает Роктавор, а Роктавор в любом случае одолеет его. И даже сейчас, следующий раунд, Роктавор одолевает Валькирию. Поэтому, в принципе, здесь все честно, просто лишний бой, получается, вы увидели. Потому что Ахиллес все равно уже победил Валькирию, он, как бы, по плану сражается с Ворс Спригеном. Вот. Теперь играем, вот как уже пошли по-нормальному, да. По идее, просто вы увидели лишний бой Валькирия против Белого. Погнали. А так бы не увидели, увидели бы просто бой Роктавора против Белого Роктавора. Это не совсем интересно, поэтому, поверьте мне, Роктавор Рыжий победит этого вообще на изючек. Валькирия загоняла Роктавор в центре ринга. Собственно, ничего необычного. Пока подготовлю следующую пару соперников. У нас Фафниры против Рейч Лангинуса. Два левосторонних волчка. Силы равны. В этом раунде еще играем до одного, а в следующий полуфинал играем уже до двух, финал до трех. Ну что, Валькирия, заметили, да, что ролик становится длиннее, потому что волчки объективно улучшились. Ну вот, в принципе, все и по-честному. Роктавор молодец. Играем дальше. Можно было и не играть, можно было просто взять этих... Как это я сказал? Просто можно было бы скипануть Белого и Валькирию. Но нет. Ребята, мне кажется, слабенько я запустил Рейджа. Нет, смотри, я слабо запустил Рейджа, но он победил Фафнира. Ничего себе, хорош, и он сразится у нас с Роктавором. Играем дальше. Темпеста Драгона против Кер Сатана. Вот это, конечно, будет замес. Вот, и этим видео вы уже смотрите, какие волчки сильные. Фафнир, не Рейдж, безумно сильный, потрясающий Блейд. Но, к сожалению, все-таки он проигрывает. И ровно так же, как и Кер Сатан. И финальный бой в полуфинале, в одной восьмой, у нас Валькирия против... Ой, Сприган против Ахилеса. Пробуем, узнаем, гадаем. Чем же дело кончится? Ахилес в центре. Ворлд гоняет, все стандартно. Такой же бой аккурат, как у Роктавора против Брейв Валкере. Брейв Соломон хочу на обзор. Да, Ворлд побеждает Ахилеса. И, в принципе, у нас получается, да, что у нас два вот этих волчка уже в полуфинале. А здесь Роктавор и Ландинус. Роктавор и Ландинус. А Ландинусу попытаться нужно все-таки сокрушить Роктавора. Потому что забрать силу у него, мне кажется, вряд ли получится. Ему нужно либо сейчас взрывать и получать сразу два очка и идти дальше, либо в следующем раунде взрывать. Перекружить Роктавора. Ну, конечно, Ландинус мощный, сильный, но типа не настолько, мне кажется, он все-таки хороший. Да. Ой, я хотел уже взять, не успел дотронуться, а Роктавор победил. 1-0. Но у нас второй бой, поэтому у Рейджа еще есть второй шанс. Пробуем. Но, друзья мои, это у меня здесь студия. На самом деле, в реальной жизни Роктавор, он очень сильно взрывается. Особенно, если на большой арене. Особенно, если много соперников. Поэтому там... Это у меня есть по Роктавору попроще как бы сражаться, но в реальной жизни он послабее. Рейдж... Я Роктавор. Не хватило Рейджа буквально одного касания. Окей. Играем дальше. Ворлду Сприггана против Темпеста Драгона. Вот здесь будет чуть поинтереснее. Мы, получается, у нас... Мы убрались два левосторонних Бейблэйда. Все левосторонних не убрались. Вот здесь будет чуть поинтереснее. Главное стоять. Итак. Ворл Спригган против Темпест Драгона. До двух очков. И Ворл побеждает буквально на секунду, перекруживая Темпеста. Финальный раунд. Наверное. Наверное, финальный. Я пока не знаю. А, ну да. 1-1. Окей. Выбивание стринга. Окей. 1-1. Ой, подожди. Стой. Что-то я, ребят, затупил. Кто? Подожди. Выиграл у нас Темпест или Ворл в прошлом раунде? По-моему, Ворл даже выиграл. Пробуем. Тогда честно. Тогда 1-1. Все. Все, друзья мои. И в финале у нас сегодня Ворл Сприган против Ронтара Кияма с его Блейз Крэш Глайдер Рагнарёком. Запускаем Рагнарёка первым, потому что если его не взорвать, то его и не перекружить. Даже, наверное, может быть, до трех очков играть не буду. Я считаю, что здесь честно и справедливо будет, если вы сами для себя примите решение. Два валчика и Роктавор и Ворл Сприган идеальный кандидат для покупки к Новому году. Потому что, ну а почему бы и нет? Роктавор мощнейший, Ворл Сприган каст, можно менять местами и так далее. Ну вот, да, видишь, если Ворл Сприган не взрывает, то вот такие дела. Мы можем, конечно, пытаться переставить ему в левую сторону, но давайте сделаем мы вот так. Мы её развернём и зафиксим ему движение. Посмотрим, может быть, так он сможет его взорвать. Потому что в левую сторону, ну ставить его, я просто время терять, мне кажется. Раз уж даже Лангинус не смог одолеть Роктавора, то и у Ворл Сприган как бы нет шансов. Получается, Роктавор всё-таки из новых волчков сильнейший. Конечно, есть вопросы, есть вопросы касаемо Темпеста Драгона, касаемо моего там запуска, касаемо взрыва, это главная фишка. Но с Роктавором у вас есть шанс на победу. И даже у Ворл Сприган в двух режимах и в заблоченной, и разблоченной, разлоченной, шансов на победу крайне мало. Даже у Ворл Спригана. Поэтому, друзья мои, я считаю решать вам, кто из них сильнее, Роктавор или всё-таки Ворл. Вот такое было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все дочери, всем пока-пока. Ну вырывайся, камера, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok